МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Находится в так называемой зоне риска. Не только об этом мы сегодня поговорим в студии. А в гостях у нас Ольга Озерва, начальник отдела государственного жилищного надзора по городу Барнаулу, госинспекция Алтайского края, и Дмитрий Лебедь, юрист одной из управляющих компаний Барнаула. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, первый вопрос вам. Получается, что в домах, в которых стоят электроплиты, жить безопаснее, чем с газом? Нет, ни в коем случае. А безопасно жить именно в том доме, в котором идет должное обслуживание, то есть и содержание сетей, что электрические, что газовые. Потому что к различной аварии или катастрофе может привести несодержание всех этих сетей. В квартире сети принадлежат мне, я так понимаю, которые за домом, это уже не мои проблемы. Ну, не совсем так. То есть в квартире это имущество действительно собственника. Он должен заключить договор с газовой службой, которая будет обслуживать. То есть там плиту будет смотреть, кран будет смотреть, ну и, естественно, будет еще шланг просматривать газовый. А сети, которые находятся газовые именно в самом доме, то есть, например, в подъезде, в подвале, это уже компетенция управляющей компании. Для этого она уже самостоятельно, в любом случае, обязана заключить со специализированной организацией договор на обслуживание данных сетей и контролировать выполнение данного договора. Проверку сетей как часто проводят? Есть какой-то график? Есть правила пользования газом, установлены, предусмотренные 410-м эти правила. И согласно этих правил, раз в год обязательно должно провестись технический осмотр как внутридомовых, так и внутриквартирных газовых оборудований. Для этого управляющая компания должна заключить договор на внутридомовое газовое оборудование, а каждый собственник помещения должен заключить на обслуживание квартирного газового оборудования. В 2016 году в Кодекс об административных правонарушениях включена статья 9.23, вот именно за нарушение вот этих правил, которые должны быть обеспечены безопасностью. И статья 9.23 предусматривает административную ответственность как для граждан, так и для юридических лиц, если не соблюдаются правила безопасности. Гражданин, если он не обеспечивает доступ в жилое помещение для технического осмотра, если он препятствует заключению договоров, то предусмотрена административная ответственность за это нарушение и штраф от 1000 до 2000. Также если после выявления этого нарушения мы обычно выдаем предписание, кроме того, чтобы он заключил договор и провел техническое осмотре, и если также он не исполняет это предписание, мы также привлекаем к административной ответственности за неисполнение предписания. Здесь уже штраф от 300 до 500 тысяч. Но на этом все это еще не заканчивается. Если вот эти действия, не заключение договоров, не проведение технического осмотра, повлекут за собой какую-нибудь аварию или угрозу жизни, то уже предусмотрена административная ответственность в отношении граждан от 10 до 30 тысяч. И на этом еще не заканчивается. Если гражданин два или более раз отказывается от заключения договора или не выполняет техническое осмотре, специализированная организация имеет право отключить газ. Раз в год наши квартиры посещают специалисты. Если у вас заключен договор, то вы самостоятельно можете в договоре это определить. То есть я должна быть ответственной, позвонить, сказать, придите, проверьте. Потому что в случае аварии, там, взрыва, вы будете конкретно нести ответственность за все причиненные последствия. Если заключен договор. Вот. А если не заключен договор у вас, то есть вы должны заключить договор, чтобы было должное обслуживание и не случилось никакой аварии. Ну а вот те самые листовки, которые предупреждают, будь дома, завтра придут, это кто их разносит? Ну, бывают действительно, сами газовые службы разносят действительно, но чтобы убедиться, что это ваша или это газовая служба, а не мошенники, вы можете либо позвонить непосредственно в нее, или же обратиться в управляющую компанию, которая как бы предоставит вам телефонный номер вашей газовой службы. Вот. По факту, то есть на моей практике было то, что бабушки одной пришли такие мошенники и заменили нормальный газовый шланг на шланг от стиральной машинки. Сами понимаете, какие последствия могли быть. В любом случае вы советуете уточнять, да? Уточнять, проверить удостоверение как минимум, да, и позвонить телефон. Это не так много времени займет, чем потом какие-то последствия будут. А как человек может понять, что с газом что-то не так? Ведь едкого запаха наверняка поначалу не будет. Запах имеется у газа. И сейчас уже используются газодатчики, которые могут сделать... Ну, они различные, могут показать, что идет утечка газа. Есть газовые плиты, которые отключаются, если потухает огонь и идет утечка. То есть в любом случае, конечно, все лежит на собственнике. В квартире лежит ответственность на собственники. Осуществлять, соблюдать эти установленные правила. А вот внутридомовое газовое оборудование специализированная организация должна проверять в соответствии с договором. И контроль за исполнением этих договорных обязательств специализированной организации по внутридомовому, это лежит ответственность контроль за специализированными на управляющих компаниях. Коммунальные сети, они с временем портятся, рвутся. А что с газовыми происходит? Ведь наверняка тоже нужна перекладка. Вот за этим кто следит? Я не говорю о новостройках. Но все газовые оборудования и трубопроводы в любом случае должны проходить и диагностику. Диагностика внутриквартирного газового оборудования периодичность определяется паспортами на эти газовые оборудования. В принципе, как таковой срок, это 30 лет трубопроводов. После 30 лет использования трубопроводов собственники помещения обязаны принять на общем собрании решение провести диагностику внутридомового газового оборудования. И тогда уже можно спокойно спать после диагностики. Если диагностика выявит какие-то нарушения, устранятся эти нарушения и можно спать спокойно. В хрущевках интересно. А вот этому оборудованию сколько уже лет? Это в зависимости. Смотреть надо паспорт дома, когда дом введен в эксплуатацию и определяться. Но в городе Барнауле уже проводится диагностика. Жители порой иногда уклоняются, но принимают решение не проводить. Но мы выдаем предписание. Если к нам обращаются органы местного самоуправления, сами жители, то мы выдаем предписание управляющим компаниям обеспечить проведение диагностики на доме. Дмитрий, у вас на вашей практике было подобное? Вот говорят, отказываются. Ну почему отказываются? Видимо, это не бесплатно все. И опять же на плечи жителей ложится. Да, конечно. Так это же общедомовое имущество в любом случае, потому что законодательство предусмотрено. Ну если надо, так надо. На практике у нас, конечно, не было того, что предписание выдавали. Но действительно есть, ну, порядка 30% отказов из всех, скажем так, домов. И приходится проводить, ну, наверное, там, в протяжении нескольких месяцев работу со всем советом дома, те уже проводят работу со всем домом, убеждая людей, ну, надо, надо. Ну это сумма, что ли, такие бешеные, извините за выражение? Все зависит от фактических, то есть, коммуникации дома. То есть, ну, действительно, все равно каждый, как бы, не очень хочет заплатить дополнительные какие-то деньги. Ну, это же безопасность. Не все понимают. Не все понимают. Думаю, там вось, там было, с нами не будет. Моя ответственность заканчивается в пределах моих стен, как они говорят. Ну и то, как мы видим, что сильно, в принципе, договоров нету на обслуживание внутренних, квартирных. Бабушки, которые забывают, что поставили чайник, плиты не новые, не отключаются сами. Люди, которые ведут не очень приличный образ жизни и засыпают после алкоголя. Можно ли их принудительно отключить? Ведь они же небезопасны для меня. В данном случае на законодательном уровне нету такого регулятора, да? То есть, единственное, что можно сделать, если человек действительно какими-то психологическими заболеваниями отягачен и не может самостоятельно, как бы, ответственным быть за этот газ. Поэтому, как в других случаях, уже вызывают там полицию и... Да? Да, да, это правильно. Действительно, вот те моменты, когда мы можем отключить газ, я уже озвучивала. И может быть отключен газ по заявлению собственника или законного представителя этого собственника, допустим, ну, где-то. У нас были такие случаи, мы выходили на место, значит, выявляли и утечку газа, и тут же вызывали газовиков, они отключали. И были случаи, что бабушка была очень немощная, мы с ней согласовали, написали письмо в соцзащиту, она написала заявление отключить газ, она понимала, что может это все забыть. И тогда уже, ну, так вот вопрос решился положительно, в любом случае, и для жителей этого дома, и для самой женщины. К сожалению, эфирное время подошло к концу. Вопросов лично у меня еще достаточно, но будем завершать. Спасибо, что пришли к нам в студию. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Лебедь, юрист одной из управляющих компаний, и Ольга Озерова, начальник отдела государственного жилищного надзора по городу Барнаулу, государственной инспекции Алтайского края. Академия Продолжение следует...